Сначала я делал все в полете входа в линей 1. Напомню, что линейным входом называется висторное подпространство нервного подпространства на конечном поле носителя. Синкули ассоциированы несколько паразитов. Один из них, n, это длина. Также есть размерность. И, как называемое минимальное состояние. Минимум по всем кодовым словам, не нулевым, ассоциированы. Где, где слово, это число координат, число нервных координат. Также мы ввели понятие проективной системы. Как множество, в каменно-содомерном проективном пространстве такое, что оно не лежит ни в одной гидроклоскости. И с ним также были аксоциированы несколько величин. Первое, это вот это вот k. Второе, мощность, это множество. Причем, это множество у нас, вообще говоря, в нем будет быть кратным. То есть, это мысль, и поэтому вот это число считается счетом кратности. Ну и так же D равное минимуму по всем гидроклоскостям, минимуму по дополнительной пересеченной H. Делаем то же самое, что N, минус максимум. Это вот эта оперативная система. Потом у нас была лема, говорящая о том, что противная система соответствует нервным ходам, однозначно с точностью проектирования не только условий. Ну, для проективной системы это условие того, что мы просто и просматриваем точность для проективного преобразования. А для кодов чуть-чуть похитрее. Я помню, что два кода называются взаменными. Если один из кодов нужно перейти с другой, так что это отображение I объективное, оно создаётся матроссой. Такое важно, что в каждой строке у нас ровно один ненулевой элемент, либо что самое в каждой строке у нас ровно один ненулевой элемент. Потом мы рассмотрели несколько примеров. мы к ним ещё скорее всего вернёмся. И рассмотрели некоторые конструкции в ходах. И вот она видится на такой конструкции, как центрное проявведение. Значит, рассмотрим две проективные системы. Сейчас одну сетку здесь. Здесь есть немножко другие подключения к клюзу. И рассмотрим в ходе произведения. Истеричка в новости. Рассмотрим, так называемое вложение тигры в пространство 1-2. Оно задаётся таким образом. там. Значит, мы берём, Берем просто всевозможные попарные произведения. Несложно доказать, что это эдоморфизм, то есть оно обратимо, и обратно к нему будет также задаваться назначенные члены. Соответствующий ход заданной системы называется тендерным произведением двух корпусов, который соответствует этой системе. Как бы вы думали, значит, какие параметры будут получены у входа? Если у входа С1 параметры З1, З2, 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 то окажется, что у входа С1, З2 понятно что понятно что это очевидно вот такое определение а вот D1-D2 это не совсем-то реально Дима здесь такая, что... Дима, извините, а уже на пункте D1-D2 это... D1-D2 вот... А, это на языке кода, это на языке систем соответственно Дима здесь такая, что... Ну, воспользуемся вот этим определением Мы знаем, что D1-D2 это... Ну, вот, здесь максимум, который обозначиваем 1 Дима здесь точно так Давайте их перемножим Получится N1-N2 Минус N1-N2 Давайте отразу вынесем Минус N1-N2 Минус N2-N2 Минус N1-N2 И плюс... Сейчас... Делаем здесь... Плюс... Здесь минус N2 Минус N1-N2 Значит, нам нужно доказать, что... Нагреться вот такая... Гиперплодсость... Вот в этом... Уже вот в этом пространстве... Которая... Пересечение вот... Нашим вот этим образом... Нашей системой... Да... Значит, вот этого числа... Которое скотто... И... Больше быть не может... Я... О... Надеюсь! Такое, что... О... естьли... Если... 1,2 степени плоскости, которые нам давали вот эти вот М1 и М2, то уже за что опыт с игрой такого множества А1, то есть, С1 умножить на H2, 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 H1, H3 , О1, H2, H2, H1, H2, H2, H1, H2, 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 H1, H2, H1, H2, 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 H1, H2, H1, H2, H1, H2 Теперь будет приплоскость, например, к be proper четвертес öyle. А, виду ли, H2 С1, H2, H2 Rb, H2, 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 H1, H2, H2 , H2, H2.... И причем в диаметре диаметре плоскости мы даже сильнее этого чувствовали. Ну, во-первых, где-то надо знать такой факт, что это у нас на языке, а в диаметре диаметре это очень обильная диаметре. И верен в такой хороший факт, что гиперплоскости для такого вложения их можно описать как гиперплоскости H1, присвященные на H2, H1, H2 какие-то гиперплоскости. Это в точности, таким образом можно описать гиперплоскости. Гиперплоскости Да, может надо подтверждать, что вот гиперплоскости гиперплоскости гиперплоские течения sega sega Pk1 ms1 множить на Pk2 ms1 Вот, и за этот факт… Сейчас это точно так? А как? Нет, просто я не все понимал, почему… Как бы всегда… Это проективное, да? Преобразование. Да, да. У нас что-то… Ну, что называется проективное? Ну, то есть, оно как бы… Если это проективное, оно как бы вот… Рассмотрит линейное, ему соответствует линейное отображение вот… Нет, оно аппаратичное. Что? Амфография мне очень сильно задают. В смысле, она линейная по своим айдинам. Ну, беремене. То есть, я имею в виду просто… Сейчас… Скажите… 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 То… 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 Так… То… …это множество, им соответствует, под действием этого отображения… утверждает, что такие вот множества. Вот, и, ну, а я знаю, этот факт, понятно, что, чтобы достичь максимум, нам как раз-таки нужно брать те АШ-1, АШ-2, для которых мы ранее выкидали на максимум. Вот здесь. Нет, это более так, по-разному, и правдоподобно. То есть, это же объединение, по-разному, самому, через все, по-разному, антибротоплоскости, по-разному, то есть, это согласуется и страна. Вот, ну, понятно, что, конечно, каждый раз надо брать, но давайте оставим, кстати, в последнее время. Так. Теперь я напомню некоторые понятия в индустрии и метрии. шпачки, нашли, вот, в общем-то, настройка, не надо брать те АШ-2… А, ну, это все, но мы были, у меня, и, я, 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 я. Не надо брать те АШ-2, я, 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 я. Значит, один из главных объектов для нас, это некая алгебраическая, противная, неприводимая, не особая клевая. Значит, здесь нужно пояснить, я думаю, неприводимость не особая. Это равно, вроде как, хотя бы интуитивно должно быть понятно. Неприводимость, да, значит, кривая это что? Это некоторый объект, который может решить кое-какой набора многочленств. Поективного пространства. Набора, ни одного? Набора вообще. Вообще говоря, набора, необязательный флот, как его. Многочлены, однородного многочленов. То есть, каждому одному будет находиться. Нужно потребовать, чтобы, во-первых, это была кривая. То есть, размеры были равны единице. Ну, можно по-разному поделить, а пусть. Вот. И я накладываю еще несколько наборов условий, неприводимых. Означают, что их нельзя расцветать в виде... Нельзя представить в виде объединения каких-то... в виде объединения двух кривых, или кривую точку. Вот это не первое, второе. И не особо.. Не особо.. Ну, не особо. Не особо.. Нужно это понадобится. Вот, например, это P1, электрические кривые, то есть кубики, P2, ну, не особенно. То есть кривые заданы одним многочлезом, гибролитические кривые, ну, кривые такого вида. Где, ну, вообще говоря, условия вот такие нам надочления. В зависимости от характеристики можно обратить. Это кривая, она на самом деле... Что написано? Кашт х? А, аж, аж, аж . Надо члёшки? Да, а степень, члёшки, любая. А степень, вот, наверное, члёшки, число g. Это кривая, она на самом деле, у неё там бесконечная лёдорная точка есть, и она особая. Видите, я здесь задал многочлен на сильной плоскости от двух переменных, его можно гомогенизировать, добавить трёх переменных, привести его к однородному виду, получить многочлен от трёх переменных, и вот если мы рассмотрим бесконечно далёные точки, то есть это многочлен, я добавил трёх переменных, если мы рассмотрим бесконечно далёные точки, то есть z равным нулю, они называются бесконечно далёными. У этой кривой она одна, и она особая, поэтому, вообще говоря, надо рассматривать, так называемое, разрешение особенностей. Ну, в принципе, мы можем с этим ровнее. Ещё есть кривые фирма. В частном случае это трёх переменных. В частном случае это трёх переменных. Это трёх переменных. Вот, например, ещё здесь такой пример, как трёх переменных. В частном случае это трёх переменных. Ку равного трёх переменных. Почему в случае такой интересный, потому что там эта кривая достигнет гравитета Кастер-Вейли, будет максимальная. Но мы это ещё будем обцеливать. Так же с каждой кривой связанной её полифункцией. Это, грубо говоря, отношение двух причинных членов, то есть расставание разницы. Понятно таких переменных, нет? Когда он вот их слежит в каком-то пространстве, я надеюсь, я могу рассмотреть афины, какой-то кусок. Так, давайте пока все обозначения для входов уберём. У нас есть N переменных. Вот от этих переменных эти новые члены. Ну и надо их рассматривать в той же субъективности так, чтобы наши X рядом были членами. Поэтому нужно... Нужно... Давайте напишу... Эээээ... Эээ... Две рациональные синкции с такой отсековать с эквивалентами. Если... Какое вот произведение, такая разница, но лежит, в идеале порождённого немногочленами. Так, точнее, и картийными пусками в данном случае. Ну, то есть, в идеале, по разноценному, как мы все понимаем. Давайте пример. Ну, для нас самый модельный пример, это будет ПО-1. Я буду все пояснять для ПО-1. В таком случае, у ПО-1 это просто рациональный кусок. Значит, здесь я рассматриваю активное. Активный кусок А1, активная прямая. Вот, там, значит, какой-то переменной х. Вот она, если х здесь и есть. Это просто отношение многочленов от одной переменной. Эквивалентность просто означает, что одна пара сократилась каким-то образом и получили другую. Ну, то есть, здесь есть какой-то общий саммножитель. Потом, в этом, ну, можно проверить, что это поле. Почему здесь, например, есть обращение к функциям? Потому что, например, сама функция G, она может принимать на любое значение в каких-то точках. Но мы берем G, которая не равномерно всюду на кривую. То есть, которая не лежит в этом идеале. В этом поле есть, так называемые, кольца регулярных функций. И, по-моему, мой вопрос, это А1, 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 А1. Что такое А? В нашем случае. Это... У меня такая же переменнаяность, как у кривого? Что такое? Да, вот. Или... Это... Ну, это просто... Эээ... Ну, сколько иксов? Горядная пространство? Ээээ... Вообще здесь... Какая переменнаяность? Вообще здесь, в большем случае, здесь праздивная пространство? Вот. А в нем лежит астинная, то ли разменность? Вот. 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 Я здесь писал. Это... Мы дефиксировали одну координацию и остановили все точки с этими нулевой координациями. Вот. 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 А какого именно поколения? Любую. Ну, с точки зрения эзомартизма, не важно. Ага. Мы можем очень получать покрытие ПН на форме. Это не как-то, но... Иксов получается столько же, да? Сколько? Нет. Ну как? Действия на один блин больше. потому что мы, а n мы одно полагаем неравном нулю. Координат надо меньше, но там чисто размерности не совпадают. Чисто генюджин. Вы просто взяли такой большой кусок открытия. Есть, так называемый, локальный поиск. Поиск регулированного сна. Для фиксированных точек В. Это по определению, такие функции, для которых существует представление, с точки зрения, с точки зрения выскости. Такое то, что G' в этой точке отлично принято. Отмечу, что важно, что мы рассматриваем эквивалентность, потому что можно тогда казаться, что знаменатель в одном случае ноль, а в другом случае не ноль. Ну, например, для П1 пульт П это точка ноль. В таком случае, как вы думаете, почему это равно? Это G такие, что X и G. То есть такие, что X и G. Да, еще одно. Но, замечу, что если бы я умножил бы и черпитель и знаменатель на X, то у меня знаменатель бы обращался в ноль. То есть я получил бы эквивалентную функцию, но... Ну, ничего не изменил, но после того, чтобы вернул и поставить на X, в том числе или знаменатель, на X. Ну я думаю, что и ФИ должна быть в этой точке. Вы не перстаетесь, это не всегда возможно. Вот, в детстве вычисли, что у нас это локальное кольцо. Дело в том, что в нем имеется единственный максимальный взял. Вот такой вопрос можно? Если у нас длинать вообще в ноль не обращается, так же может быть? Нет, вообще, в максимальном нашем. Это только докажется, что только для консталта. Ну, для активных, да, вообще бывают четкие функции. Но они обратились. Если у нас связь длина активная, то она где-то обратится в ноль, если она не консталта. Конечно, мы не можем сделать. Вот, значит, максимальный идеал mp это множество тех функций, таким, что помимо того, что g отлично поменял, у нас R должно быть равно нулю. Проверяем, что это максимальный идеал. И... Угу. 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 Теперь я могу дать деление не особое. Точка P не особое, если где-то кольцо, называемое ДНХ. Это означает вот что, что этот идеал главный. То есть, он выражен от какой-то другой функции. Ну, например, в какой-то момент. Прямая экскурсия. На самом деле… А как вы думаете, почему это рождено бесконечность? Бесконечность? Я имею ввиду, что это что у нас в первых. Бесконечность в первых будет 1.0. А 0 у нас 2.0.1. 1.0.1. 1.0.1. 1.0.1. Ну, всего как 8.0. Есть такой полетит, этот порядок. Внутри источки это отображение звездочкой на дликативной группы поля Z. Это такое число. Это ВП. Если находит поддана функция какого вида, смотрите. Это, может быть, такое число, что R равняет T, U, T, ЭПС. Где U надлежит... Это некакая обратимая функция в этом сельсесту P. То есть U в точке ВП не ноль и не бесконечность. То есть она разделена в точке ВП и не обращается в ноль. Оказывается, что такое представление всегда существует, и вот это число, которое фигурирует вот в этом Т, оно называется в порядке. Ну, вот для нашего случая это вопрос просто... Смотрите, давайте... Для нашего случая отношение двух многочленов от одной перемены. Порядок в ноль равен степени... Надо представить многочленов в таком виде... Икс... Давайте, У... У... УХ в X степени, вот это В, в данном случае УХ это просто у которого есть коэффициент свободный. Аналогично же X, можно расключать, и тогда вот это число это просто образа разницы от этих чисел получается. Вот, и это не случайно, просто это протекает из-за свойств порядка. Смотрите, я помню, хорошо. Абликативность просто, потому что это перемножается для функции. Какие у вас сложатся здесь степени? А как бы T это группа X минус P, да? Да. Штука, которая замуляется. В данном случае, что такое? Нет, вот там, да, в нижнем, где, ну, вводится по ней непорядка, F равна U, 0, T. Степень, это как раз беспорядок. Ну, T это образующий максимальный взгляд. А, все, я понял. Вот. И доказывается, что такое представление к числу, и там оно единственное с точностью, ну, оно единственное в том смысле, что это число не изменится для всех этих представлений. В том смысле, когда мы сложим две функции, мы вытащим минимум вот этих вот T. Ну, и там оставшаяся функция, она будет, можно понять, она будет как раз обратимой функцией. Вот. 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 Ну, здесь есть какие-нибудь вопросы, которые отвечают? И мне сейчас просто приходится, возможно, чуть быстрее это все рассказывать, чем можно было бы. Просто я хочу дойти до кодов, и уже на них мы будем оттачивать все эти условия. И, конечно, это просто формальные суммы. Причем, конечно. Не знаю, конечно. Что такое? В 반대х, который пробегает с точки кривой. Какие-то конечные числа точек мы пробегаем по кривой и дописываем там еще целые конференции конечной числой mp. Отличная информация. Нет, ну, у нас не точек конечной. А, нет. Здесь я прибегаю по всем точкам кривой, которые, ну, задание поля даже. Ну, давайте установимся. И от кривой я рассматриваю на сконечном поле. То есть ее многочлены задаются, она задается многочленами, коэффициентами языков. Но вообще говоря, кривой геометрический объект, как-то планический, это, ну, можно считать, что это множество узких точек замыкания этого поля. То есть надо присоединить всевозможные конечные расширения. То есть все на конечном поле? Нет. У нас есть, когда у нас фиксировано поле, мы его расширяем бесконечным числом раз. И в итоге придем в бесконечном поле. Сейчас, скажите, а мы, я не понял, мы корни все? Если мы расширимся один раз, то мы прижимым получим конечное поле. Но если мы потом будем еще расширяться, и так же бесконечное число... А почему мы бесконечное число? Раз у нас кривую уже расширяется бесконечное число. Мы расширяем с помощью каких-то многочленов? Так вот, по определению, это расширение, это поможет всех многочленов. А, ну, а вообще... А, наверное, я посмотрел, но это корни многочленов дают лишь в кривую. Все, я просто... Ну, корни нам и нужны, но мы их рассматриваем... Мы хотим, чтобы все многочленов дают в корни. Вообще все, какие возможности. Нет, корни они и корни не имеют, потому что она иначе бы клевая была опустась, поэтому... Ну, да, все корни. Просто мы их рассматриваем, что, на границе, что мы украинцы, в случае конечного поля, это просто расширение сверной местности. Вот, а также, кстати же, нас, конечно, не оставалось от куба. Но я просто хотел бы отдельно отговорить и писать вот такой знак. Вот это конечно-конечное, потому что х лежит в конечном пространстве и в кубном конечном поле. Да, значит, ну что, мы рассматривали. Действие, вообще говоря, П пробегает к точке из-за мокарничек. Когда я беру кубик, я имею в виду, по умолчанию я вот читаю вот так. А когда я в кубик, я всегда буду читать вот так. На сумму от всего конечного. На сумму от всего конечного, мы берем детеконечное число точек. Единственное, что, как было правильно замечено, нам нужно, чтобы отражалось, нам нужно, чтобы базовое поле как-то отражалось в этом определении. Оно отражается так, что... Дивизор D я буду называть эту дивизору. Если... Если по действиям пробегается на этот дивизор, мы попадаем в эту дивизору, где... где... где пробегается... дымобиль пробегается... это отображение... кривой на кривую... на нее же... заданное... возведение... в какую-то степень... каждую часть пробега. Ну, видно, что это углуборительское отображение. Раздается многочленами. Оно объективно. Потому что... про образу... вы можете сопоставить... если... если вы извлечете... корни в этой степени. Так как у нас здесь курс стоит, да, эта степень характеристики, то у вас такое извлечение единственное. Поэтому это объективное отображение... ну, оно... оно не является изоморпизмом, чем в целом гибридической диаметрии, потому что это не многочлены. Вот. Эти... функции... вы не сможете сказать, это многочлены. Вот. Так, еще... А, что может переводить в себя, да? Вот. Да. А здесь, что такое единственное сравнение, это мы поняли. Это какой дивизор? Значит, это такой дивизор... Такой, что если вы подействуете на всех точках дивизора... То есть, эти точки переставятся или каждый... То они переставятся так, что у вас, видите, все-таки будет тот же самый дивизор. Да. То есть... То есть... То есть, эти точки... То есть, эти точки... То есть, эти точки... Одинаковые... Эти точки... Например, если у вас D, это... пара сопряженных точек... то они должны быть одинаковые цены. Альфа... То есть, альфа в квадрате... То есть, альфа... формальная цена. Альфа... Эм... 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 обратно в то время не видно. Также нас будет интересовать понятие степени дивизоров. Это по определению с лума, с этих коэффициентов. У нас все конечное, поэтому почему-то конечное. Я обозначаю вот таким образом. Все дивизоры кривой. У нас еще есть дивизоры нулевой степени. И главные дивизоры. Что такое степень дивизоров? Вот степень дивизоров. Так же есть главные дивизоры. Это дивизоры такого вида. Это дивизоры некоторых функций рациональных. Но здесь давайте я не буду уже писать бесконечное отношение. Где под дивизором функции поднимается вот такой дивизор. Мы пробегаемся по всем точкам кривой. И рассматриваем в качестве НП порядка этой функции. Единственное, что здесь нужно понять, почему это будет конечное отношение. Почти понятно. Ну, по ряду он может быть бесконечное, если мы верим. Нет, дивизоры у нас многострельные от них таких древних. А, вообще говоря, да. Да. Нет. Их равно по-1, то за объема, да. Потому что это бывает. Нет. Ну, в случае один. В случае. По-1. Ну, не по-1, но в случае. Плоской кривой. Наверное. Почему? Ну, сейчас. Там уже конкурсом адрес кремене. По-1. По-1. Да. Можно как-то выразить. Сейчас. Ну, наверное, в общем случае тогда будет понятно. Да. В случае с лепоской поймать. Да. В общем случае, наверное. Ээээ. Был. Да. Да. Надо сказать, что. Ээээ. Не будем информировать. Потом. Виден такой факт, что. Он. Каждый. Как главный дивизор. Имеет новую степень. То есть сумма всех вот этих порядков. Да? Сумма. Ну, например. Например. На самом деле я имел виду, что это пример. Что просто. Ну, я могу выразить и подставить. Получим все с его призном. Это же явно. Угу. 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 Вот. То есть хронопоэдит. То. Ну, например. Например, хронопоэдит. То. Фронопоэдит. То. Вот ее дивизор. Вы думаете, в чему раду? Ну, что там. Один. Ну. Какиея. Точно. Я не знаю, что это только вырежет. То есть, это 1, может быть, так. Точка 0, скажите, это 1. Но, конечно, это 1. Понятно, да, почему? Потому что она образующий градус. Но, я сказал, что сеть должна быть убедена. Где мы потеряли ее сейчас? А, не потеряли, бесконечности, минус, да, минус. Потому что, я сказал, что в бесконечности фокальный параметр это 1 минус. Да. Вот мы перевернули функцию, поэтому минус. Вот, значит, у нас есть такой набор норов. Так же... Так же... Так же можно смазать главную дебюзору, наложить вот в этих всех трех случаях условия дебюзорности на жидку. В этом случае... Ну, и в этом случае это как раз и будет означать, что функции дебюзорность на кулинувку. Ам... 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 И... Нам интересен такой объект, как фитобиан. Для вот... Это некоторое абелевое многообразие, то есть проективно-аргитарическая группа, сложение на которой, собственно, это просто сложение дивизоров в отношении эквивалентности, то есть это множество, нужно параллитаризовать некоторыми наборами точек. Почему это противно? Почему это так? Я не знаю, это не просто. В случае поединок, это все понятно. Мы начинаем поединок, как бы вы думали, что это. Пусть я пройдил, я уверяю, что это одна точка. Нужно показать, почему каждый дивизор на 2 степени главный взял. А это почему так? Потому что, допустим, у вас есть дивизор, сумма НПП. В Дмитрии появился из Дани, да? Да. Можно всегда по любому конечному числу суммы подобрать. Вы должны быть подстроен в комплекцию, да? Полинок, то обращается в много этих суммах, а бесконечно у нее всегда будет. Дополнительные, ну, кратности равные. Потому что, там, полюс после метра 6. Да. Совершенно верно. Вот. И, например, строить локальные параметры в кучках СПП, и берете соответствующую степень, в зависимости от знака это либо полинок, либо обратный снимок. И, как бы, там можно отдельно рассмотреть в случае, что если сюда выходит бесконечно удаленная кучка, это несущественно. Если мы используем степень 0, почему? Потому что, в каком случае, у вас, вот, у этой функции, вот, то есть, приближается произведение у вас по функции, у вас, у вас как бы, на бесконечности не возникнет никакой кратности. Ну, то есть, если мы возьмем, скажем, бедится на X, то настоящее будет, может, быть, что это и так. Да. И теперь я могу, кстати, понять, это родок-ривой. Род-ривой – это размяна цветов-ривом. В частности, в случае поединок, рот поединок не будет. И в случае время такой факт, что рот привлеводен не будет, где привлеводен у нас не особо, только такие основы. Что ж, у вас к вопросу. То, что вот эта разменность этого фактора конечна, можно ли это понять и выяснить? Нет, не только на батареях, но доказывать, почему мы многообрали. Ну да, то есть докажем, тогда уже все-все-все. Вот. Также вам нужно понять эрмейные варианты на телевизорах. Их разница. Это не две функции, два дивизора. Два дивизора. Эрмейные варианты. Их разница от главного дивизора. Потом, для входа существенно в понятиях пространства ремонорока, пространства, ассоциированного телевизора. Либо просто на револизор гомологии. По определению, какие там такие функции. Доверяющие такому условию, где знак «больше или равно» означает, что два дивизора даже теряются на соотношение, если до каждой точки надо выполнять соотношение к этому. Таким образом, я просто записываю коэффициент при этой точке в этом дивизоре. То есть, я могу всегда писать вот так. Это, если это векторное пространство, и вкуль векторное пространство. Почему? Потому что умножение на константу функции не изменит дивизор. Потому что у вас в порядке в любой точке, останутся ближними. Потому что эта константа, она миной не бесконечна. Она ничего не дает. А сумма двух функций также принадлежит к тому свойству, которое я ввести вам. У вас порядок в точке в сумме двух функций, в большей шириной милости. Эм.. 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 БОЛЬШЕ или РАВНОЛЬНЫЙ ЛЮ, ЗУ НАЗАКОФЕКТИВНЫЙ, НОСИТЕЛЯ ДИВИЗОРА, НОСИТЕЛЯ ДИВИЗОРА, НОСИТЕЛЯ ДИВИЗОРА, НОСИТЕЛЯ ДИВИЗОРА, КОТОЕ ФИГУРИРУЕТ В ЭТОМ ВИЗОРА. А ПОЧЕМУ НАС? Я ПОСТО ВЗДЕЛ ДРУГЕРЫЕ ОБЕРУЩЕНИЕ. МОЛ ПТИХАТЬ БОЕБУХА. А, ПОЧЕМУ. Сейчас просто пойдёт здесь серия определений, которые нужно использовать, чтобы в дальнейшем я активно использовал для речи, чтобы мы могли уже не тратить садись долгие определения. Кстати, они все простые. Так же есть, как мы называем, дивизор 0 и 0. По данному дивизору D мы его можем однозначно списать в таком виде, где D0 или бесконечность эффективная и износительная пересекающая. и износительная пересекающая. То есть D0 это что? D0 это часть D, которая шла с половинами коэффициентами, а в дальнейшем конечность та часть, которая шла с минусами. в принципе по этой части стенок. и износительная пересекающая. Есть вопросы? Теперь я могу дать подведение аналогично генетического хода, то есть для чего собственность это и делаю. и с началом видео. Теперь я думаю, Геометрический ход, либо геометрический ход ГОФРОСССР ГОФРОССР Рассказал на семинаре по алгебре ГОФРОССР Там был Манин, и потом он сказал, что СПАССМОГУ ГОФРОССР В общем, сюда крутилось Фиксируем там дебюзор Давайте Сейчас ИСССР 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 Ну да, как обычно ИСССР И так же рассмотрим Некоторые образцы точек ЭКУСОЧЕК Причем поначалу будем считать, что оно не пересекается с носителями Тогда мы можем рассмотреть Отображение вычисления в этих точках Которые действуют Однажды монолога этого дебюзора В ЭКУСОЧЕК Давай Уделяем Это у меня число точек В этом множестве Каким образом? Просто по хвосту и подставляем место разъединения Во всех точках Во всех точках Во всех точках это множество Это не такое конечное множество Это множество Это множество Это невзятная сетвервая Она не может быть Да, это конечное множество Нет, ну Это не обязательно Уделяем Да, это не обязательно Давайте я напишу В1 Тогда это лиминальное отображение И вот его образ Называется Алгебера Дмитрия Кимовича Ну Удал Мы Усжай Удал 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 Нет, ну Это что на переводе Удал Крывание А Идиризор Тоже на переводе Ну Ну Удал Угу Давайте поймем на языке проективных систем. На языке проективных систем, да, я не сказал, почему у нас корректно определено отображение, потому что я потребовал, чтобы это множество не пересекалось с носителем. Если вспомнить о поделении h0, мы там требовали, чтобы по каждой точке у нас порядок был больше или равен порядку в этой точке дивизора. То есть vp функции больше или равен vp дивизору по каждой точке дивизора. Это вот условие того, что функция как раздвижена. А что мы приезжали, там просто плюс, дивизор или минус? Больше, равен vp нуля. А, да, спасибо. Да, да, да. Достание не заметил. Плюс. Это принята просто так, кстати. В частности, когда я потребовал, чтобы у нас было пустое пересечение, это означает, что каждая функция из этого пространства регулярно, у нее порядок функции в точках из этого множества больше или равен нуля. А это, если вспомнить о поделении, это и означает, что f регулярно. В общем, это отображение колесное поливино. Ему соответствует... также есть такое понятие, как отображение, ассоциированное с дивизором. По гибридической геометрии оно окружается таким образом. Фиксируется некая база этого пространства. Конечная база. И, собственно, просто рассматривается визущее отображение. Ну, от выбора больше оно не зависит в таком смысле, что если мы заменим базу, то мы здесь просто сделаем некое преобразование проективное. А нам это не так важно, потому что мы эти системы рассматриваем с источниками преобразования. Если рассмотреть вот такое множество cd от этого отношения, я подтверждаю, что это получится проективной системой. Ну, точнее, как... Сейчас еще разнимаю. Можешь говорить проективная система? Проективная система — это такой подножок в проективном пространстве, который не лежит в гиперплоскостях. Ага. Ага. Ну... Активная система — это, вообще говоря, конечно, не так. Уверен в такой факт, что... Вот помнил этот образ? С кей кривой. Да. Он не лежит в никаких гиперплоскостях. Ну да. Вот я, собственно, говорю в этом вопрос. Почему вы говорите? Ну, если одну точку возьму, я, наверное, решу. Это да. Поэтому... Кстати, нужно у нас где в карасне. Вот это вот полный образ кривой, в этом пространстве, она не лежит. Потому что... Не лежит. Потому что вы выбрали базу изначально. Если бы она лежала, была бы какая-то зависимость на функцию. И они бы были приняли зависимость. Эм... А для сключи точек, там, конечно, нужно это проверять отдельно. Эм... Есть вопрос следующий, что... Сами точки выбирать специально могут. А, вы точки должны выбирать так, чтобы это выполнено. Да. Эм... Здесь вопрос такой, что... Сами точки выбирать специально могут. Ну да. Да, да. Давай я запрещу это дискрат. ИДР, АП. Эм... Эм... Мы хотим, чтобы это было проективной системой. ИДР, АП. ИДР, АП. Эм... Во-первых, э-э-э... Я не сказал, э-эм... Я не сказал вот что. Э-э-э... Во-первых, э-ээ... почему оно поделено? Почему не может оказаться так, что... Такие могут быть проблемы, что каждая функция не определена, либо те функции поделены, но все принимают любое значение. Вот два таких вот случаев. Скажите, а что вы хотите сказать? Это такое подножество, которое... Это подножество противного стран, например, вот этого, которое не лежит в гиперпрофессии. Никакой гиперпрофессии. Такой гиперпрофессии. Давайте я сейчас расскажу пример, может быть, что-то произнесет. Давайте такое замечание, почему это соответствует этому определению. Потому что если вспомнить, как мы сопоставляли проективную систему, мы брали все точки из проективной системы, записывали их в матрицу. Вот так. Просто взяли все точки и выкасали вот так вот. И рассмотрим все строки. И парадигм на эти строки векторное пространство. Это матрица размера half-stroke and top-stroke. Потому что точки лежат в конвенцировании. Поэтому, когда мы парадигм на вот эти строки, мы получим код в FQ мерном пространстве какомерный код. И почему это определение составляет с этим? Потому что, ну смотрите, в чем здесь отличие? Здесь мы зафиксировали, здесь как бы функция подается на вход, а здесь подается точка на вход. В одном случае мы рассматривали столбцы. Смотрите, вот мы взяли, вычислили во всех точках. Это означает, что мы вычислили во всех точках. Вот мы зафиксировали базис, да? Будем вычислять теперь это отображение в этих базисных улицах. Зафиксировали первую, вторую, последний элемент базис. И вычислили во всех точках. Действительно, должно быть видно, что этот образ, это в точности пространство натянутая на вот эти вот строки. Мы получаем два эквивалентных определения алгебра геометрического кода. Это более такой алгебрический, это более геометрический через проективную систему. И я хочу дать пример. Все произвелось. Когда х равно по 1, это дивизор от R, возьмем дивизор R по бесконечно. Тот факт с носителем, он нам важен, потому что, чтобы вот это отображение было определённым, и если вы получили письмо по доверению, то что там, они могли быть или что? Ну, да. Есть. У вас функции могли быть не поделены. Не поделены, да. Или же, в противоположной ситуации, они, соответственно, были соответственными предмогами, это тоже плохо. Ну, да, но тут уже, ну, более-менее, да. Ну, да, собственно, я ответ на вопрос, чтобы вот так определить. Здесь нужно просто анализировать, почему проективная система, как в каких-то ситуациях. Да, да, вот почему проективная система появляется в этом случае, в чем-то для независимости. Ну, я так думал, что мне не хватит времени ответить, поэтому я хочу закончить примером, а в следующий раз тогда мы уже анализируем. Единственное, я же тебе скажу, что этот вопрос не связан с тем, в какой летит вам. Я же не сказал, что это инъективно. Может, как бы, да, пояснить, потому что я не очень знаю, что-то думать, потому что я не слушаю, что-то не слушаю. Вот. Надо все думать. Это, естественно, связано с вопросом инъективно. Если это продумать, то... Пример такой. Ну, вот. Обычно рассматривать таких два случая, когда качество множество точек будет один, и один без нуля. В таком случае... То есть, у вас, может, в случае что-то... Бесконечность, да? Что-то бесконечность. Я беру дивизор такой. Ага. Дивизор такой. Это, конечно, точка. Это, конечно, точка. Вот. А в качестве номер стопе я беру либо A1FQ, если в куточке A1, то это дает FQ, либо A1 без нуля FQ, то есть FQ. И в таком случае соответствующий код... Давайте мы введем иметь обозначение. Вот. Этот код я буду обозначать... каком-нибудь там CQ, X, D, F. В таком случае CQ, P1, D, D и DQP, в случае A1, A1FQ, это кожа вида сломота. Он называет... еще добавляет, наверное, Шибин. А в случае CQ A1, R, то есть конечность FQ, это статистический код Риде сломота. Да. Или... вот так же пусть и нагрузовывает код Риде сломота. Давайте немножко опишем его. Для нас нужно описать H0, P1, DQP, вот. Вот. Сейчас подумайте, коллеги, что это такое. Ну, во-первых, это стимулство, которое регуляруется на фигных точках. То есть это многочленов. По крайней мере, это многочленов. Но здесь вот есть условия еще для досконечной точки. Это такие многочлены, которые в бесконечности... которые в бесконечности... в бесконечности, значит, больше... давайте через сумму... плюс... плюс... это я в бесконечность, больше... то есть это... Пусть две и таицы, где груда... R получается, да? Р получается, да. Это я просто переписал. Я утверждаю, что это условие равносильно тому, что стиминарна члена R меньше равномочного. Ну, например, почему? Потому что степень главного дивизора ноль порядок многочлена форфинной точки это просто кратность этой точки, как форме многочлена. Человеческая сумма нас корниется в чётом кратности равной степени и всё, из этого всё получается. Поэтому мы, в принципе, поняли более-менее, как выглядит этот объект. А просто ещё одну точку? Нет. Просто в этом случае ещё одну точку. Мы вычеркиваем просто ещё одну точку. Давайте запишем матрицу. Порождающую матрицу Кондо. Она имеет вид такой... Это... У нас базис этого пространства, это многочлен, натянут на единицу и так далее. По пространству размен на крат плюс один. Тогда пораждающая матрица... Вычисляем просто в этих функциях все значения различные. Единичка будет. Потом... Потом вы вычисляете х... Можно считать, что это пусто звёздочкой надо тянут на вот ней некоторый элемент, то значит, что группа 50. Эээ... Магиационный модуль, в общем... Да. Эээ... 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 Значит, здесь альфа... Ку... Эээ... Минус... Эээ... Минус... Эээ... Минус... Эээ... Минус... Эээ... Четвёртая. Эээ... Эээ... Четвёртая. Четвёртая, наверное. Четвёртая, да, а-ээ... 2А плюс 2. И так далее. Сеть просто в tych отGE от этих... Они получают матрицу монтандемода. Единственное, что закончено в том, что мы увидим, какие параметры этого входа. Да, в случае, когда мы подставляем вот эту множество, здесь будет единичка, поэтому все нули. Или здесь. Вот здесь единичка. Ну, вы просто нули подставляете. Давайте для простоты сейчас ограничимся вот этим случаем. Параметры такого входа, это Q-1, R-1 и вот D. Дело в том, что D равно Q-1 минус R. Понять таким образом. Нам нужно найти такой элемент отсутствия, который имеет наибольшее число нулей среди вот этих вот точек. Дело в том, что D можно и так написать. N минус максимум, да? Максимум достигает на той функции, которая имеет наибольшее число нулей. А эта функция, это просто многочлен без кратных корней. Да, собственно. У нас многочленные степени не выше, чем R, а мы возьмем такой многочлен, который без кратных корней. Угу. 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 В следующий раз мы тогда детальнее еще раз проанализируем эту конструкцию и детальнее рассмотрим этот пример с более геометрической точки зрения. Угу. 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 Блisten, п 방송 tight, внутрь, here на это. Угл.